Инспекционная поездка президента Аслана Бжания в Сухумский район началась с села Дзигута. В 2018 году ливневые дожди спровоцировали оползень, который размыл дорогу в село. Жители 12 домов вынуждены добираться до столицы по бездорожью. В июле администрация Сухумского района приступила к строительству моста, но из-за стихийных бедствий его возведение отложилось. Более того, как отмечает глава района, был создан новый проект. В июне администрация Сухумского района приступила к строительству моста в Сухумском районе. Сухумского района приступила к строительству моста в Сухумском районе. Проинспектировав строительство моста в селе Дзигута, глава государства посетил село Баслата. Здесь, на улице имени добровольца Адама Хуаде, завершилась укладка асфальтового покрытия. Встретил Аслана Бжания глава села Рудик Зетба. По его словам, добираться до своих домов. Жителям улицы Адама Хуаде было крайне сложно, особенно в непогоду. Укладка нового асфальтового покрытия реализована в рамках инвест-программы социально-экономического развития Абхазии. Протяженность дороги – один километр. Стоимость работ, по словам начальника УКС Тимура Агарба, 4 миллиона 690 тысяч рублей. Насколько качественно проделана работа, президент решил убедиться лично, пройдя по улице Адама Хуаде от начала до конца. Дорожное покрытие, полотно, везде одинаково, хорошего качества. Поэтому сейчас мы с вами протестируем его. Давайте дойдем до конца. Покончательно в этом убедимся, что это так. Все. Следующим объектом посещения стало село Гумиста. Здесь в рамках инвест-программы по улице Ишерская еще в 2020 году был проложен асфальт. Это объект инвестиционной программы, село Гумиста, улица Ишерская, почти 38 тысяч квадратных метров, сметная стоимость 25 миллионов 900 тысяч рублей. Работы завершены в 2020 году, в принципе, срок по программе, так что тут вопросов нет никаких. Инспекционную поездку в Сухумский район глава государства завершил расширенным заседанием в администрации района. О деятельности за 10 месяцев 2021 года президенту рассказал глава администрации Алхас Четанава. Пановые показатели заходной части бюджета на текущий год, измененные плановые показатели, составляют 134,3 миллиона рублей. На сегодняшний день, это годовая сумма, на сегодняшний день годовой план выполнен на 104,2%. Суммарное поступление в бюджет на сегодняшний день составило 140 миллионов рублей. Суммарное превышение плановых показателей составляет 5,7 миллионов рублей. Плановые показатели были выполнены по таким видам налога, как налог на прибыль. Процент выполнения 106%. По подоходному налогу, процент выполнения 116%, налог на прибыль, по земельному налогу, спецналогу, патентные платежи. Все эти показатели выполнены на 100 и более процентов. Есть еще у нас проблемные вопросы, которые, к сожалению, на сегодняшний день недовыполняются. Это доходная часть бюджета, такие как госпошлиные доходы в виде арендной платы за переданные в арендные отношения государственное имущество, доходы от продажи жилья. Вот такие проблемные места в бюджете наблюдаются. Но, тем не менее, показатели бюджета на сегодняшний день расцениваю как положительные, потому что плановые показатели за год по истечению 10 месяцев выполнены на 104%. Алхаз Читанава также рассказал президенту о криминогенной ситуации в районе. По его словам, наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений. Подробно отчитался глава сухорайона и о реализации инвест-программы 2020-2022. По словам Читанава, в районе было утверждено 7 мероприятий. Одно мероприятие – это было окончание строительства дороги Каман-Яштуха. Оно должно было быть завершено в 2019 году, но переходящие остатки были и по суммам, и по объемам работ. На 3,2 миллиона рублей в 2020 году эти работы были завершены. Из оставшихся 6 мероприятий на сегодняшний день завершено 3. Это село Гумиста, улица Ишерская. Сметная стоимость 25,7 миллионов рублей на сегодняшний день она завершена. Мы ее только что осмотрели. Ремонт моста в селе Гума – это восточные Гумиста. Там при прокладке нового асфальтного покрытия не были предусмотрены. Работы по восстановлению автомобильного моста, он был достаточно проблемным. И в прошлом году, в 2020 году он был реализован. Сумма составила 12 миллионов рублей. Одной из основных проблем района Алхаз Читанава назвал плохую собираемость, запотребленную электроэнергию и невостребованность сельхозземель. Выслушав главу, президент Аслан Бжани отметил, что в скором времени будет реализована программа льготного кредитования для бизнеса, направленного на сельское хозяйство и туризм. Глава государства поручил готовить бизнес-проекты в этих направлениях. Заявочки надо будет подготовить и поднести в Министерство экономического развития. Самое главное, чтобы сейчас мои слова не воспринимались неправильно, они должны будут, эти заявки, пройти еще отбор. И окончательный отбор будет проходить в Москве, в банках. Вы знаете о том, что наша банковская система на этом историческом этапе не способна финансировать крупные проекции, у нас свободных денег нет, поэтому нам в этом ключе помогает Российская Федерация. И есть определенные требования. Ничего особенного сложного в этом нет. Это требование универсальное, поэтому требования обладают все банки. И мы тоже должны научиться под эти требования выстраивать свои бизнес-проекты. Это надо сделать. Уважаемые собравшиеся, проблема энергетики. Это ключевая проблема. Она порождена рядом причин. Прежде всего, объективные причины – это изношенность сетей, изношенность всего комплекса энергетического хозяйства. Это подстанции у нас в тяжелом состоянии сети, опоры высоковольтных линий. Все у нас требует колоссальных вложений. В 2017 году было просчитано, это около 20 миллиардов рублей. И хотел бы вас проинфермируют о том, что мы не можем эти деньги найти на безвозмездной основе. Что-то оживающих у нас нет, чтобы нам кто-то подарил 20 миллиардов рублей. Поэтому вопросы развития энергетики придется решать в связи с экономическими правилами. Это привлечение инвестиций в отрасли на взаимовыгодных условиях. На выгодных условиях для нашего государства и на выгодных условиях для инвесторов. Тут очень много, скажем, разговоров по этому поводу. Некоторые будут говорить о том, что кто-то будет продавать энергетику и так далее. Я не хочу на эти выпады здесь сейчас отвечать. Президент отметил, значительная часть населения республики за потребленную электроэнергию не платит. Сухумский район – не исключение. Аслан Бжани обратился к представителям администрации районного собрания и главам сел с поручением решить вопрос с собираемостью денег за свет. Я, глава исполнительной власти, даю вам поручение. Поручение выполните, работаем дальше вместе. Не выполните, будете искать новую работу. 80% в каждом селе. Хотите из личного кармана доставать? Полтора месяца у вас есть. И еще одна проблема, которая мешает нам в плане решения проблем в целом энергетике. Это незаконная добыча криптовалют. Я опять хочу вам сказать, что мы действуем в условиях экстраординарных. И эта задача тоже будет борьба с этим злом. Задача, в том числе, глав СОЛ. Никто не будет вам верить, если вы будете говорить о том, что вы не знаете, где в селе, у кого могут быть эти аппараты, машинки и так далее. Тут все скидывать на правоохранительные органы и только на энергетику не получится. Имейте это в виду. Президент поручил представителям силовых структур района активнее включаться в борьбу с добычей криптовалюты, отметив, что только общими усилиями эта проблема может быть решена. Далее глава государства пообщался с жителями Сухумского района, которые рассказали президенту об актуальных проблемах. Аслан Бжани отметил, что ряд просьб будет удовлетворен.